У нас сегодня конференция, надрела необходимость поговорить о том, что происходит новости и что именно нас ждет в ближайшей перспективе, потому что Мигел собирал три раза за последние три дня. И скажу так, что есть о чем поговорить, тем более, что все партнеры интересуются сегодня наши инструменты и что мы можем делать, чем обосновывать наш бизнес и каким образом обосновать свое приглашение в нашу компанию, ее отличие от других, это важно. Потому что все и не всегда умеют показать и доказать, что на сегодня делать правильный выбор крайне сложно, а уж оценить с точки зрения нашей непрофессиональной, где можно работать, где нельзя, еще сложнее. Поэтому, наверное, во-первых, у нас, скажем так, был мини-тренинг с Мигелом, он нам очень многие вопросы в пятницу пояснял по именно возможности работы у нас, сравнительная характеристика со всем остальным рынком и почему у нас на сегодня возникают неотверстики, которые нам хотелось бы, конечно, ускорить, по вопросу финансовых потоков и всего остального. Это вопросы важные, поэтому я сегодня хотела бы об этом с вами поговорить. Итак, на сегодня ID Identification – это компания, которую нельзя назвать отдельным самостоятельным звеном нашего холдинга. Это онлайн-интернет-компания, которая является инструментом, как у вас с вами. Давайте, ну, здраво смотреть на вещи. Все имеют опыт работы в интернете, все прекрасно знают, насколько сложно сегодня в чем-то быть уверенным, либо найти компанию, которая может что-то гарантировать и каким-то образом убедить нас, что бизнес пришел всерьез, и хоть на какой-то период, я уже не говорю всерьез, на какой-то период обоснован, и свои обязательства будет исполнять, потому что создатели работают долго и успешно, возникают всевозможные ситуации корректировки этого рынка, и очень сложно довериться кому бы то ни было. Для меня очень полезным была беседа в пятницу по поводу выбора критериев, по которым вообще возможно что-либо сегодня оценивать. Значит, смотрите, у нас ID Identification, мы прекрасно с вами знаем, что компания, которая была создана по инициативе нашего президента, при активном участии вице-президента, и при активном, именно при активной поддержке его как юрист-консульта компании, юриста с огромным опытом именно создания, поддержки и развития бизнеса в различных направлениях, не онлайн-бизнеса, а различного бизнеса, именно по инициативе юридической в плане легальности существования и страховки всевозможных факторов, которые на этом рынке возникают. Мы все с вами помним, что когда в свое время наша компания взяла на себя обязательства по чужим долгам, невыплаченным долгам, и пообещала с течением времени, развивая бизнес-платформу, решить вопросы по возмещению неполученных наших инвестиций в старой компании, не буду называть имена, то в свое время Мигел создал форму, и мы все с вами подписывали, не понимали, что мы подписываем, для чего это обчерливали свое недовольство, зачем они затягивают время, что за бюрократия, кому она нужна. В общем, много было всевозможных возражений, которые на себя только становятся ясными, понятными, а в всяком случае для меня, зачем это было сделано. На сегодняшний момент, и это, наверное, полезная информация для каждого из них, понимать очень четко, что все привыкли на сегодня, так сказать, работать, и понимаем, что этот рынок сегодняшнего дня самый доходный, это трейдинг, это криптовалюта, это криптовалютные отношения, это монеты, это монеты, развитие цифровых активов, работы на блокчейн, это решение контракта, если это легальная компания, компания, которая претендует называться реальным бизнесом, остаться на рынке долго, а тем более долго успешно, то компания должна заключать контрагентное соглашение со всеми своими партнерами по не использованию, а по сотрудничеству при наличии определенных условий на базе данных, по сотрудничеству, по каким параметрам, на каких условиях, какой период и так далее, в каком поле экономики, либо в другой отрасли какой-либо, мы с вами все это соглашение подписывали, вы помните, мы получали на имейл это соглашение, и все подписывали, что мы довольно соглашаемся с участием в новой платформе, переходим и согласны предоставить базу данных, то есть верификатор, это ошибка, причем ошибка серьезная. В 20-й год он уже идет, а сейчас уже и в России, мы прекрасно это знаем, финансовые системы легализовали биткоин как регулярная монета, регулярная для финансовых обменов, то есть предоставление подтверждающих его личность документов для того, чтобы в этом поле являться легальным. То есть, когда мы работаем в компаниях, и нас не обязывают предоставлять документы, верифицировать свою личность, свой адрес, и тем более разрешают иметь несколько счетов, и говорят о том, что этот рынок пока не регулируемый в этом рынке, если это биткоин, можно быть достаточно инкомботать, получать доходы, которые не динутываются, в общем-то, на какой период, возможно, эти компании дают возможность заработать, но нужно изначально понимать, что все эти компании, как это оказалось, вот согласно очень многих документам, которые Медил нам пояснял и рассказывал в пятницу, как оказалось, это изначально прописанная схема. Не существует на сегодня в финансовом мире компании, которая бы в легальном поле не подтверждала своего контрагента и его удостоверения личности, и обещала ему доходы на длительный период в этом рынке. Поэтому вот прошедший год был очень сложный для нас, но только на сегодняшний момент мы можем реально оценивать все то, что изначально было сделано в легальном поле, но без конца повторял Медил. Я буду работать только в легальной компании, буду делать только согласно все закону, потому что мы собираемся работать долго, но путь этот трудный, потому что построить бизнес, который гарантированно выдавал бы доходную часть для большого количества партнеров, получающих дивиденды от функционирующего физического бизнеса, это очень серьезная работа. Не одномесячно, это работа, которая действительно выстраивает финансовый поток для каждого из нас с вами на длительные годы. Как я говорила неоднократно, это обеспечение нашего будущего, будущего наших детей. Но пошагово, в рамках прописанной программы, и в обязательном порядке, с пониманием, что сделано, что будет сделано, обязательно отчетностью, периодической отчетностью руководства перед нами. На сегодняшний момент единственная отчетность, которая, ну, скажем так, возможно, это вот эти открытые собрания, которые Микел проводит регулярно, когда приезжает, когда очередной фронт работы закончен, он нам демонстрирует бухгалтерский аудит, всегда это все в цифрах, это все видно. К сожалению, пока на сегодняшний момент, ну, невозможно проводить аудит внешне для того, чтобы демонстрировать всем партнерам, потому что еще не запущена, официально не запущена та часть бизнеса, которая А3я будет требовать, по желанию любого акционера будет требовать необходимую отчетность, демонстрировать, публиковать и показывать любому акционеру в законченном виде. Это все расходная часть. Вы же прекрасно понимаете, что любой внешний аудит и любые привлеченные структуры для того, чтобы официально в сегодняшний момент очень жестко финансовые потоки контролируют не дел для развития бизнеса, поддержания структуры, хотя бы в том ритме, который вот прописан, и он выплачивает и делает всевозможные усилия, чтобы хотя бы в течение месяца погашать вот все наши выведенные дивиденды и полученные комиссионные, которые мы с вами на вывод подтверждали, для того, чтобы мы хотя бы закрывали течение. На этом этапе я уже многократно повторяла, что у нас практически из денег, поступающих в структуры, 7 лет идет на развитие бизнеса и 30% вносить. Поэтому на сегодня имеет место быть эта сложность. Но, учитывая, вот это уже не первое совещание, когда он демонстрирует, так сказать, исходную часть, и аудит учитывает доход, расход и показывает, скажем так, внутренний расчет, бухгалтерский отчет, всем тому, что происходит с балансом компании, я могу сказать, что все, что запланировано и все, что он проговаривал многократно в прошлом году, вот поэтапно, январь-февраль поэтапно исполняется. Поэтому последние дни, когда собирал и рассказывал о том, что нас ждет в марте, я уже говорила кратко, что на сегодняшний момент номер один была задача запустить шопинг, номер два запустить Умбрелла и номер три, Март, это вся платежная система. Вот немножечко я на этих позициях. Что касается ID Shopping. ID Shopping запущен. У нас еще он не функционирует в полном объеме, но любой партнер уже может убедиться, что это реальное бизнес-предложение, которое существует в нашем холдинге, где реально существует продукт, реально существует эта услуга, реально существуют производители, которые на контрактных отношениях с компанией производят с брендом нашей компании продукты, которые вы можете купить. Доставка у нас идет в любую точку планеты, где существует сеть, откуда пришел запрос на покупку. Причем дорабатываться он будет все время. ID Shopping – это система, которая будет развиваться постоянно. Это отдельно существующая компания, которая является частью нашей бизнес-платформы. Зарегистрированный, имеющий свой банковский счет, имеющий свой веб-носитель, управление отдельно и компания, которая на сегодня, вот все то, что в каталоге мы видим, уже может подставлять на сегодня. На сегодняшнем моменте это действующая часть бизнес-платформы, которая является результатом большого приложения усилий. Это последние полгода серьезная работа. Причем это не онлайн сайт, где что-то онлайн купил, онлайн продал. Это отдельно существующее, реально дорегистрировано юридическое лицо, которое имеет представительство в Европе на сегодняшний момент. Мы помним, что было заявлено 5 логистических центров по всем регионам и континентам. На сегодня их два, третий, которым будет привязана жесткая Россия и все страны СНГ, это Белоруссия. Я думаю, это Марс как раз определится все. На сегодняшний момент у нас логистические центры Бразилия, Дубай и третий – это Португалия. Дубай – это мини пока, потому что там идет привязка к Пакистану, почему столько в Африке были. Там все в работе, очень серьезно в работе, потому что очень серьезная партнерская сеть, которая заходит, уже начала заходить, мы это знаем, через Африку. Они именно заинтересованы прежде всего в ID-шоппинг. Почему? Ну, не всем понятна на сегодня необходимость вот карты, которые у нас есть, карта есть в телефоне, да, оператор. Не всем понятно, что это карта для многих регионов, в общем-то, спасения. В России очень много операторская связь с вами, серьезно, очень много своих операторов. Но, напомню, функция, которая подставляет, используя нашу карту, отправляет с карты на карту деньги и вновь выводить на салда, это на сегодня и каждая компания эту услугу может предоставить. Но эта карта уже есть, тарифы эти уже напечатаны, мы все это видим, и эта возможность уже реальность. Напомню, март – это основная увязка всех инструментов. Сейчас, пока я говорю о шоппинге, вторым этапом ID-умбрелла это то, что является связующим длином, в основном направлении. Это отдельный инструмент, отдельная часть большой работы компании, но все эти звенья увязываются единая платежная система, которая закончена будет в марте. Итак, по шоппингу понятно. На сегодняшний момент практически еще не появилось, пока только капсулы появились, но на сегодняшний момент кофе, все то, что хотелось бы работать активно, я могу даже… У нас кофе вообще идет отдельной строкой. У нас есть файл, который, в принципе, показывает направление, какие представлены ID-шоппинги, так вот, кофе у нас выделяется строкой, потому что это ID-партнер, потому что многие партнеры заинтересованы, узнавала у Мигела, каким образом это будет работать. В принципе, так как я объясняла, Мигел опять подтвердил. То есть, два направления. Покупка через ID-шоппинг – это расфасованный кофе, естественно, в тех упаковках, которые будут производиться, уже производятся на фабриках. И кофе, который через юридическое лицо, через партнерство с компанией юридического лица, можно сделать представительство в любом регионе, в любой стране, по поставке его так, что оно невозможно. В принципе, все, что касается юрлица, там есть определенные нюансы. Любой человек, который привлекает бизнес-структуру, естественно, получает еще 20 рублей. Важно добавлять, помните, я говорила, что у нас ежемесячная активность 50 евро заплатить для личной покупки ежемесячно. Немножечко не так информацию дал мне дел. То есть, от 50 евро к шоппинге на нашем ID-шоппинге дает мне право получать скидку 21%. Если я покупаю товар менее чем на 50 долларов, я скидку в 20. Линии все мои все равно открыты. То есть, я могу закупку делать любую, какую я хочу, но чтобы получить 21 скидки на личную закупку любого продукта, я должна минимум 50, ну а максимум у нас нет ограничений, конечно, минимум 50 долларов сделать разовую закупку. Это правило. Я думаю, что мы в ближайшее время получим все файлы, уже они в работе. все файлы по новой презентации, будут сочинения, будут некоторые изменения в плане именно добавления файлов, нам показывающие шаг за шагом, каким образом именно будет работать это подразделение. Вместе с этим практически уже готовы видео. очень многие лидеры просят. Еще раз по самому делу, просил это, но не разорваться, не успеваемо все везде, говорят, конечно, в работе эти видео. Многие партнеры говорят, почему дополнительно не привлечь силы, а финансовая часть. Я перестала об этом спрашивать, у меня дела еще с прошлого года, потому что конкретно озвучены зарплаты работников, и набирать работников дополнительно, это по нашему памикарману. Поэтому на сегодняшнем этапе будут работать те, кто уже прошли временем проверку, кому компания доверяет, партнеры, все, кто работают именно функционерами в офисе, каждый исполняет свои функции, это люди, которые профессионально относятся к своим обязанностям и в принципе справляются со всем. Несколько за час, конечно, она бы хотелось быстрее, естественно, но опять же все в графике. Обещает Мигел, говорит, очень стараемся до конца февраля все-таки завести Умбрелло, но мы видим, до конца февраля здесь осталось 2-3 дня. Тем не менее, 5 марта у него поездка в Бразилию, это следующая система, это уже финансовый поток, который, я скажу в этом позже, будет включен в середине марта, но Умбрелло до этого должна быть заведена, поэтому я очень жду, что действительно Умбрелло начнет функционировать в ближайшие дни. Что такое Умбрелло? Умбрелло – это наш обменник, это тоже отдельное юридерлицо, это отдельная компания, которая является частью нашей бизнес-платформы, следуя ID Shopping. То есть ID Shopping мы можем делать за помощью кредитных карт, биткоинов и включением всей платежной системы с помощью салда-бэк-офиса. Это нужно понимать, что вот три позиции, которые будут определены у нас салда-бэк-офиса, возможно, будет отправлять на вывод через нашу карту, у нас предоплатная карта ID, мастер-карты визы, либо использовать салда для оплаты покупки в офисе, в офисе нашего ID Shopping, либо обменивать на биткоин. То есть, если я запрашиваю вывод в биткоинах, это обмен идет нашего салда на биткоины, вывод на Умбрелло, либо на ваши кошельки хотите. Что касается именно наших монет, которые у нас стоят в четыре позиции, да, одновременно все четыре обещают мне делать, что все четыре выйдут, но первый этап, вот ведь разногласия у многих партнеров не понимают, когда первый, когда второй, когда третий. Нам хотелось бы вообще все вчера, понятно, да, но естественно будет нелогично одновременно делать всем выплаты. Почему? Потому что очень большое количество было сделано контрактов, то есть деньги по контрактам доходили очень и очень серьезные, много контрактов, поэтому номер один, и эта позиция жесткая Мигела, он настоял и принятый номер один шаг, это обмен вот базы контрактников, они заводились за деньги, а то есть монеты, мы делали обзор, что-то все то, что все партнеры ждут, и я в том числе, мы все одинаковые, потому что серьезные суммы, это шаг номер два, когда он будет реализован, я не могу сказать, да. Еще расскажу, что такое умбрелла, кроме того, что задача какая, вывести наши монеты в реальный оборот, дать им рост и выводить на все биржи, те, которые были заявлены, первый шаг умбрелла почему-то, потому что ниже доллара, еще раз он это подтвердил, ниже стоимости доллара три монеты и стоимости определенной по рынкам стоимости грамма доллара для нашего голдкоина не будет, то есть цена ниже спускаться не будет, это регулировать может только свеже, этой бирже нужно дать какое-то время для развития, нужна поддержка в виде контрактов для использования этих монет, это все работа руководства, которая велась на протяжении прошлого года весьма и весьма успешной. Но, к сожалению, не все от нас зависит. По агрокою мы понимаем, что на сегодня происходит, да, вы видите, что с коронавирусом происходит, у нас контракты очень большие, очень серьезные, контракты по поставке сельскохозяйственной и жидкохозяйственной продукции в Китае, но вы прекрасно знаете, что закрытые эти учисляются, поэтому все, что касалось бы и должно было бы помогать как можно быстрее развиваться и давать рост на нити на сегодня по агрокою, ну, в зависимости от ситуации, которую Китай победит коронавирус, зависим мы с реализацией агрокою. Что касается эко-коин, это коин, который, безусловно, в течение времени будет иметь стоимость весьма и весьма высокую. Потому что запуск всех заводов, о которых я говорил, у нас поддержка какой-то, что. Это заводы перерабатывания мусор, а также заводы по производству биорастворимого овощного материала для пищевых продуктов. Поэтому первые заводы, мы знаем с вами, да, вот как раз сейчас МАФ недело едет, это финансовый поток тот первый, о котором я все время говорю, это вот финансирование начинается строительство двух заводов в Китае, извините, в Бразилии, поэтому все идет по плану, все, что намечено на реализацию январь-февраль, в принципе, они все это исполняют. Но вы же понимаете, что завод должен быть построен, мне очень много в личку задают вопрос, хорошо, вот они начали финансировать, это что сразу пойдет куда? Нет, конечно, как может пойти в Росткоин, который будет отражать движение продукции, производимое этим заводом, ее еще произвести нужно. Я несколько раз повторяла, что 6-8 месяцев – это срок строительства завода, 6-8 месяцев, поэтому, когда мне задают вопрос, а когда второй этап, я не могу вам сказать когда. Это не означает, что он будет через полгода, либо через год, нет, конечно, они стремятся это делать максимально быстро. Дать нам реализовать первый этап, ввести это все в действие, учитывая, что начинается строительство завода, учитывая, что заявки, есть технологии, которые хотят быть использованы, есть потребность в развитии этого рынка, поэтому там свои отношения у руководства, они их реализуют. Возможно, второй этап будет в апреле, возможно, в май, я не знаю, я не могу вам сказать когда, но однозначно, что второй этап – это будет какое-то звено для возмещения какой-то доли, какой-то части монет, которые нам были определены, мы помним, что в пятикратном размере наша салда нам было определено, поэтому, ну, какой-то части нам дадут возможность реализовать. Теперь возникает вопрос всегда по 10%, почему-то все считают от сегодняшней суммы, не все, а большей части, от сегодняшней суммы, которая на кошельках и у людей есть, с центом изначально рассчитывались по тому количеству коинов, которые переходили только золотые коины и только по стартовому количеству, которое переходило по балансу. То есть на сегодня у многих это количество увеличилось вдвое, втрое, то, что сделали апгрейды, получали по бинару мы эти коины, да, мы первое полгода, 19-го года мы с коинами работали, поэтому нужно правильно понимать шаг, который будет сделать. Я не могу сейчас что-то сказать, какая будет цифра, потому что ее имидел не говорит. Он говорит, дайте нам реализовать первый этап. У нас есть обоснование золотому коину, у нас есть работа с финансовыми инструментами по этому коину, все будет понятно и видно. Умбрелла должна запустить, должна начать работать, потому что это связующее звено в обязательном порядке для работы в полном объеме нашей платежной системы, поэтому шаг за шагом мы все это делаем, но ни один бизнес, тем более финансовый, не может быть сделан, ну вот так, щелчком пальца и при, так сказать, моем желании очень быстро реализовать какой-то процесс. Мы знаем, что очень быстро реализованные процессы заканчиваются тоже очень быстро, потому что возникает очень много возможностей обрушить этот бизнес, рынок конкурентный, рынок очень сложный, здесь только очень жестко, нужно просчитывать все в легальном поле, действует только согласно законодательству. Здесь с конца финансовый рынок тоже трясут всякие ситуации, форт-мажорные, уже говорил на после конференции, у нас в частности сейчас еще один банк под борской проверкой арестован управляет, то есть очень много чего происходит в этом рынке, не будем останавливаться на негативных явлениях, и нас формируете так очень много, давайте все-таки оценивать все то, что уже сделано, и все то, что проходит проверку времени, мы никуда не исчезаем, мы никуда не деваемся, да, хотелось бы получать, но максимум за 10 дней все наши выводы, мы их получаем в течение месяца, но это не означает, что компания куда-то исчезла, либо не отдают кому-то деньги, деньги отдают всем. Если сейчас февраль, то сейчас закрывается январь, будет следующий месяц, закрывают февраль, он закрывает следующий месяц период предыдущего периода, но на сегодняшнем этапе это так, но на сегодняшнем этапе никто не может сказать, что у кого-то остались невыплаченные, поставленные на вывод суммы датами декабря, они все закрыты, сейчас закрывается январь, поэтому, к сожалению, так, к нашему сожалению, но к счастью, что компания справляется с этим трудным стартовым периодом и все равно старается выполнять свои обязательства. С вводом платежной системы у нас замыкается круг, то есть возможность работать с нашей картой, предоплатной картой с деньгами, с деньгами, да, то есть выводить салда в деньгах, в эквиваленте биткоина. Вместе с тем, у нас на платежной системе получаем, я уже говорила, что мы получаем все онлайн-банкинг, счет каждый партнер, как только банка о соглашении с партнерами визой мастер-карт стала реальностью вообще реализовать эту программу и получая свой онлайн-банкинг, вы имеете возможность заниматься легальным перечислением денег по банковским транзакциям. Это очень важный аспект, потому что без него на сегодня любая другая схема не является легальной. Мы проходили уже много, многие имеют практику работы с кошельками, с платежными системами, мы знаем, насколько с одним либо с другим изменением в области политики в этом финансах меняются условия работы с платежными кошельками. То другое возникает, закрываются, то карты обнуляются, то система как-то меняется, это все происходит регулярно, и только наличие своего банка эмитента карты, а также соглашение с обменником, со своим собственным обменником, то есть который может осуществлять, в определенной экономической политике может осуществлять все обменные операции, и стало возможным подписание с процессорами визой мастер-карта тех соглашений, которые нам будут гарантировать долговечность этой платежной системы. То есть четвертая наша монета, о которой я не сказала тайм из мани, это монета при наличии собственного оператора и собственной платежной системы является вот тем звеном, которое, возможно, цена и раньше начнет расти, чем, допустим, тот же агрокоин, либо экокоин. Почему? Потому что вот все функции, которые нам заявлялись на старт, мы помним, мы говорили, что при наличии своей платежной системы возможность покупать минуты за деньги, либо за монеты, переводить минуты, эти минуты переводить опять в салда, переводить в монеты, это вот все возможно только при собственной замкнутой экосистеме финансовой, которая вот здесь у нас на сегодняшний момент, мы видим на глазах, реализуется. Поэтому я понимаю, что деньги нужны всем и вчера. Я всегда говорю, что выбор каждого, ну, просто правильно оценивать рынок, и почему начала сегодня презентацию с того, что объяснила, чем дальше мы углубляемся и знакомимся в нашем рынке, онлайн-маркетинг, да, нет, в бизнес, тем больше я понимаю, что мы вообще ничего не знаем, и с каждым месяцем будем знать все меньше, потому что ужесточение этого рынка, регламентация выйдет негласно, неглядно, ненаглядно, скажем так. Она идет практически еженедельно, ежемесячно. Мы не можем знать всего того, что происходит в мире, а тем более в регионах различных, потому что даже в Евросоюзе, как оказалось, регламентация этих отношений финансовых криптовалюты в разных странах различная. Поэтому, если нам кажется, что если банки на сегодня открывают свои администрации, меняют коины, и это является легальность работы в этом рынке, мы глубоко ошибаемся. много нюансов, которые регламентируют возможность применения этих инструментов работы с криптовалютой через онлайн-бизнес. Я еще раз напомню, что у нас это не компания Identification, это наш инструмент. Наш инструмент, нас с вами, партнеров-акционеров, закрытого клуба, социального клуба инвесторов FIG, который является составной частью холдинга Phoenix, и получает свои доходы от платформы, формирующейся и развивающейся бизнес-платформы, тоже наша площадка, которая и подтверждает в нашем холдинге Phoenix доходную часть реально получаемого, реально строящегося и развивающегося бизнеса. Вот это очень сложно, это и понять, и объяснить, и рассказать. Прежде всего, самому нужно понять. Вы видите, пазлы складываются постепенно. Мы тоже в этом рынке уже не первый день. Многие работают в этом рынке уже годами, но мы не можем знать всего того, что происходит в регламенте этого рынка ежемесячно, тем более с каждым Новым годом. Мы можем на какой-то момент быть уверенным в том, что понимаем все правильно и можем ориентироваться и понимать, какой выбор компании делать, потому что деньги нужно зарабатывать всем и бездей. Многие говорят, что я лучше пойду вот туда, там у них есть подтвержденные, очень не буду говорить, какие разработки, мы будем там, и это легально. Как оказывается, практически 90% этого рынка нелегально. 90% этого рынка не обосновано ничем. Существуют некоторые модели софта, которые разрабатываются специально для этих компаний, которые нам создают фикцию, видимость, визуализацию всего того, что нам обещают. Я когда смотрела и слушала все это, ну, понимаете, мы и так-то знаем, да, как работать в этом рынке, ну, где-то процентов 30-40 мы можем для себя пояснить и определить, что является откровенной пирамидой, что вроде как нам показывают, что реальность. По факту оказывается 90% в рынке в этом. Это все пирамидальные схемы, он где так называемые, специально разработаны для того, чтобы с помощью, учитывая, что технологии развиваются очень быстро, они совершенствуют эти схемы. И эта схема онлайн-нетворк-маркетинга, как мы называем, это и есть создание софта для глобального обмана практически всех, практически 100% до определенных пределов, которые сама же схема устанавливает. То есть очень сложно понять, где на сегодня работать. Я еще раз, еще раз благодарю 2019 год, что мы все-таки поняли. Да, нам пришлось проходить с 2018 на 2019, пришлось проходить весь этот этап бюрократический, когда Меделл просто заставлял исполнить все то, что положено в букве закона. Оказывается, на сегодня мы этим защищены, просто защищены в этом рынке. И практически происходит проверяющим организациям. Сколько жалоб было за 2019 год, кто только чего не писал и не говорил, сколько судов было. Но компания существует, причем везде, где она представлена своими партнерами. Если правильно понимать, что происходит, мы существуем, мы работаем, мы развиваемся. Это вот то, что я хотела сказать. Теперь поконкретнее, что нам ждать в Умбреле. Значит, контрактников у нас много. У нас очень большое количество партнеров оформляло контракты. Первый этап прелансамента, то есть при ICO, декабрь, январь, февраль, до марта прошлого года мы получили все эти монеты, мы получили все в бэк-офисе. Мы помним, что там очень значительный был процент, там практически за 30% стоимости мы покупали эти монеты. Второй этап ICO, он еще не закрыт, поэтому монеты мы еще не получили. Мы покупаем монеты за 55 копеек стоимости, то есть меньше доллара, 55% от доллара стоимости три монеты Эко, Агра и Тайм из Мани, и минус 30%, то есть за 70% стоимости до определенного периода, до октября, по-моему, продавались, и Google Social Gold Coins, поэтому второй этап практически, он закрыт, но его еще софт ввече не перегружен, нам еще монеты эти в бэк-офис не... Все еще контракты оформляла, были у нас даже в феврале один контракт был, но я почему-то сейчас уже не рекомендую никому контракты делать, но в принципе объявлял и говорил, что все контракты у нас до конца декабря, те, которые зайдут в первый этап, поэтому, ну, хорошо, что у нас было мало контрактов, вот ядварь и февраль, потому что я, в принципе, их лимитировала и говорила, что было сказано до конца декабря, поэтому нужно лишний раз спросить у руководства. Я думаю, что мы их сможем завести в этот первый этап, ну, очень много оформляли европейцы, не знаю, как мне будет, что это финансировать, но как-то, что первый этап, это контракты, которые были оформлены до 31 декабря 2019 года. У нас немного, у нас, по-моему, 5 контрактов, ну, все, больше нельзя, потому что этап закончен. Мы получим эти монеты, тоже увидим их у себя в кошельках, заходит умбрелла, контрактникам первый этап будет дано право вывести монеты эти, еще раз напомню, что цена монеты Eagle Social Gold Coin, это цена, которая отражается в бэк-офисе, и цена 1 в 1 доллар, 3 монеты стартовая, которая будет дана на умбреле. Второй этап, скажу позже, только получим информацию, я не хочу изобретать что-либо и говорить сегодня, но, естественно, как Мигел повторил неоднократно, мы очень стараемся включить финансовые потоки так, чтобы не затягивать этот процесс. На сегодня он назвал определенную сумму, которая обосновывает у Брэйлоу, потому что это все, как на работе антикинг, на нашей договоренности, все просчитано покрыть отношения с контрактниками, допускается работа Брэйлоу, где будет пользоваться этими монетами по контрактным соглашениям с реальным бизнесом. То, о чем было сказано. По картам. У нас предоплатные карты все в бэк-офисах есть, их можно покупать и сегодня, единожды оплатил эту стоимость. Все, кто покупали, мы знаем, что заканчивается срок действия в начале апреля буквально, поэтому их уже оплачено 5 тысяч мастер-кард. Это вот все то, что он показывает почетность мастерам, 5 тысячи других оплачены, поэтому первые карты, которые идут в 5000 мастер-кард и виза, я уже показывала их внутри, но не три вида, а три оттенка, три цвета карты. Они абсолютно одинаково несут нагрузку и по лимитам, и по возможностям, поэтому только цвет, дизайн, все же отличает эти карты, поэтому они будут всем партнерам, которые оплатили, получили, либо не получили. Эти партнеры повторно не платят, начинается рассылка. Кто не оплатил, можете оплачивать, покупать. И помним, что верификация нашей компании идет через верификацию нашей карты, то есть через платежную систему. Мы Умбрелу верифицировали, отдельно верифицируем карты. Все то, что связано с финансами, в любом случае, это верифицируется подтверждением своей личности, своим документом и адресом проживания. Должны все данные совпадать. Кто еще не регистрировался на Умбрелу, нужно регистрироваться. И все данные, которые вы заносите при регистрации Умбрелу, должны совпадать с бэк-офисом ID. Если что-то не совпадает, верификацию вы не пройдете. Тогда вы вначале должны заменить свои данные личные в бэк-офисе ID, потом регистрировать Умбрелу на реальные существующие. email, адрес в обязательном порядке, иначе вы не пройдете верификацию. Мы верифицируем два гасителя один раз. Поэтому помните об этом. Это, в принципе, все, что я хотела сказать сегодня по именно развитию нашего бизнеса на ближайшие перспективы. Давайте я включу сейчас чат. Вопросы, какие возникли, я отвечу. Если карта куплена, значит, точно вышлют. Вышлют всем. База же данных, я же говорила, база данных перенесена, она сохранена абсолютно вся. Мы уже имели прецеденты. Вы помните, да, что мы разбирались. У кого-то кто-то был не согласен с выплатами, у кого-то при переносе данных там чего-то были не согласны. Когда мы начинаем разбираться, я сама это видела, и многие партнеры, которые бывали здесь, мы видели, что база данных абсолютно вся сохранена. Поэтому все, кто оплачивали, всем вышлют карты. В этом порядке придет. Так, дальше. Как обстоят дела по легализации? Я 15 минут посвятила этому вопросу ответ. Не могу заказать товар. Я еще тоже не пробовала ничего заказывать. Объясню так. Давайте смотрите. На сегодняшний момент его… У нас уже некоторые партнеры купили карты. Я имею в виду сим-карты нашего телефонного оператора. Этот заказ прошел. Дальше я еще ничего не пробовала, сама не знаю. Как только я сама пройду покупку, я смогу рассказывать прошагово, как это происходит. Но, что сказал Нигелс, на сегодняшний момент там заводят, они работают с этим сайтом. Почему? Нам заводят сейчас ссылку. У нас будет у каждого персональная ссылка для работы с клиентской базой через социальные сети. Эта функция тоже будет добавлена. То есть вы сможете просто первую линию расширять через рекламу товаров через социальные сети, но на каком-то, допустим, вы остановите, что-то понравится, и клиентская база будет захотеть, будете получать поднаграждение. Опять же, я не знаю, клиентская база, сколько процентов будет давать в первый уровень, как они там определятся. Но эта функция тоже будет донат. То есть не обязательно регистрироваться в ID. Можно работать просто с клиентами. При этом он не обязан клиент платить 47 для получения, так сказать, back-office. Если он захочет работать сам, не разовая покупка, а работать сам, он будет регистрироваться, оплачивать 47. Покупать пакет будет не обязательно. Поэтому я думаю, что мы получим пояснение буквально с понедельника по этому вопросу. Но я знаю, что сим-карты покупали уже наши партнеры. Так, дальше. Да, я думаю, что да. Вообще-то торопились. Можно ли обменять коины по контрактам в марте? Они торопятся завести как можно быстрее. Но я боюсь, что не успеют они до конца февраля. Хотя, Мигел говорит, что очень старается до конца февраля. По контрактным закупкам золотые коины можно будет выводить сразу на Умбреллу. И не только золотые коины. Мы знаем, что у нас второй этап. Это много было контрактов. Вот трем коинам еще. И эти коины в том числе. Сказал, что все четыре коина будут выходить на Умбреллу. Так. Когда закончится первый этап по контрактам? Ну, первый этап, я сказал, он не может закончиться. Он просто первый этап обмена. Ну, как он закончится? Он начнется и не закончится. Мы все будем выводить свои коины. Когда начнется второй этап, наверное, был бы более корректный вопрос. Я не знаю, когда он начнется. Нигел говорит, что затягивать не будем. Но давайте мы не будем планировать то, что еще не включено. Вот включится в марте финансовые потоки, те, о которых он говорит. Я думаю, он потом к концу марта скажет, что будет дальше. Что по датам в Казани? Значит, определились. И Нигел бросил, так сказать, пробу материал для того, чтобы мы начали подготовку именно события в Казани. Но мы говорили с Гульнарой буквально позавчера. Мы знаем, что в Казань пришел коронавирус. 8 человек с этого печально известного лайнера в Японии. Да, к сожалению, это так. Поэтому у нас еще есть пару. Во-первых, даты определили. Уже стоят даты 24-25 апреля, не марта. Из-за коронавируса, Мигел говорит, что не будем торопиться, потому что чем быстрее вакцину произведут, создадут, остановится такое глобальное развитие. Потому что в Европу коронавирус пришел. Вы знаете, что делается в Италии. Смертных сколько уже, десятки случаев. В Португалии пока один португалец, и он в изоляции в Японии, опять же, с этого печально известного теплохода. Но есть в Испании, в общем, много. Вы знаете, куда пришел коронавирус. Есть он в России уже, есть он в Украине. Поэтому на сегодня мы отодвигаем это все на апрель. 24-25 уже он обозначил, поставил себе в график. Все равно мы в приоритете держим сейчас Казань, потому что есть там уже наработки по залам. Будем разговаривать с Гульнаром. Давайте подождем пару недель и посмотрим. Я думаю, что в России смогут изолировать, локализовать все-таки, не дадут распространяться коронавирусу. Но на сегодняшний момент очень сложно определиться, где нам лучше это сделать. И потом, вы знаете, большое скопление, нам всем рекомендую сейчас большие скопления избегать. Поэтому, да, ты я сказала, это конец апреля. Казань это вот, либо какой другой город. Все-таки пока что приоритете Казань. Но пару недель подождем, чтобы понимать, как нам дальше работать. Кстати, с этим коронавирусом, конечно, очень много возникает форт-мажорных ситуаций, которые меняют по ходу, если планы наши, вы видите. Поэтому давайте пока эту тему оставим на пару недель. Игорь, я поняла. Я поняла по поводу. Я понедельник, он опять нас собирает. Я думаю, как раз даст опять что-то. Так, по поводу условия, что мы останемся акционерами, даже если X5 от пестиции получит. Конечно, остается. Значит, смотрите. Немножко тоже по этому вопросу скажу, потому что главный вопрос, который мы задавали. Вот, допустим, мы сейчас работаем. У нас есть три формы работы на нашей платформе. То есть самая простая форма – это просто заплатив 47 долларов стать партнером и работать только с продуктом, и продавать продукт, и не инвестировать, не участвовать ни в контрактной системе, никаких других отношений с компанией, не участвовать. Вторая форма – стать акционером-инвестором через краунфандинговую систему. Это получить свои 5X по маркетингу, которые обещаны по дивидендам. И третья форма – на контрастных отношениях с компанией от сумм от 150 тысяч долларов, есть такие соглашения, тоже работать с компанией. На сегодняшнем этапе, естественно, стартовое движение, стартовое развитие бизнеса всегда требуется дополнительной инвестиции. Отсюда и краунфандинговое движение, инвестиции наших акционеров-партнеров. Это необходимо в компании на этом этапе. Но я просто, когда цифры вижу по отчетам, очень многие говорят, вот зашло, там заходят пакеты такие, 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 вот почему, что и как, и какие расходы. Расходы сейчас очень большие, и это не только наши деньги. Я в этом уже не накрасно говорила. Я вначале даже не воспринимала, как-то вижу, и его на нас забрал. Я не воспринимаю, как так, да, ну вот почему, что. Но это так, если мы вот такой глобальный бизнес поднимаем и стараемся сделать в регальном поле, существующем на многие годы, то это все как раз нужно делать. Я уже не говорю о бюрократической машине, которая необходима по каждому виду деятельности. Я уже не говорю о лицензировании протоколов всех этих. Даже по той части, когда, вот очень многие партнеры сейчас предлагают различные виды бизнеса, то даже самоначальный, начальный этап, старт, да, холдинг ПЛА. Тут востребована эта технология. Многие хотят, многие хотят участвовать в этом процессе. Всем подходит эта технология. На сегодняшний момент это очень интересный бизнес. Но стартовый этап. Был получен патент в Бразилии, мы помним, да, об этом. Зарегистрирован холдинг. Казалось бы, патент, но его нужно легализовать на международной платформе. Вот все абсолютно сейчас, очень многие партнеры приносят бизнесы, когда Миггел показывает расходную часть по патентному агентству международному, которая и делает возможным применение этой технологии в любой точке планеты. То есть легализация патента на международном уровне, вот согласно существующих законов. Столько нюансов в этом бизнесе, что чем дальше я смотрю, тем больше, ну вот, стоит дыбом. Все, что я могу сказать. Но это все делается. Поэтому на этом этапе это очень сложный процесс, который требует привлечения вот наших с вами краунфандинговых инвестиций, то есть народное инвестирование, развитие своего же бизнеса. Естественно, он конечен. Почему? Потому что, допустим, заводы первые, даже четыре первые завода, которые в этом году будут запущены, четыре ППЛА, пятый завод Лос-Анджелеса по разливу воды, у нас есть отдельная презентация, бутылки, разлив воды. Это все уже тоже есть. Это все входит в основную наработанную статью доходности по этому году, который уже будет участвоваться по дивидендам в следующем году. Поэтому первый этап будет пройден, вот запуска завода, на очередь стоит очень много предложений по размещению этого бизнеса в других странах. Поэтому, естественно, как только начнет доходная часть идти в достаточном количестве, чтобы обеспечивать всем акционерам, партнерам, во-первых, выплаты, их 5х до окончания пакета, который будет проинвестировано, я всем по этому рекомендую. Пока будет работать MLM-подразделение, инвестирование краунфандинговое, именно инвестиционные пакеты, максимально наращивать свои пакеты. Потому что до 5х, сколько бы это ни длилось, год, полтора, после того, как будет закрыто подразделение краунфандинговое, мы будем получать свои доходы. За этот период, естественно, расширение бизнес-платформы должно достижить такого уровня, чтобы акционеры все получали доходы. Мы там называемые цифры, я не буду называть. Вы понимаете, что давайте доживем до этого периода, мы увидим доходную часть. Пока что гарантировано нам остаться акционерами навсегда при закрытии вот этой краунфандинговой инвестиционной платформы до 5х. Ну, до 5х мы получим все, даже вы за день до закрытия подразделения зашли, и 5х вы свои получите. Это нам гарантированно. Так. Теперь, когда вот вопрос, хороший вопрос, да, здесь у нас, я, наверное, вниз убежала, сейчас я выше поднимусь. Вопросы идут вниз. Так, 25 на следующий. Тут все вопросы по софту, я расскажу. Выводы регулируются с марта, не знаю, не буду я говорить вам, даты, я вам объяснила все то, что делается в компании. Давайте мы все-таки учитывать и оценивать по реальности то, что сделано. И дефант, это реальность, ее можно проверить, приехать и какое количество уже команд приезжала и проверяла, и это реальность, чем давать даты, как обычно, принес давать инвестиционных компаниях, вот так и так. Я не могу это сказать, потому что, допустим, коронавирус никто не прогнозировал. И все это должно было начаться с середины февраля. Никто не прогнозировал, что столько сложностей возникнет по регулировке там других финансовых потоков из других регионов. Поэтому давайте не будем, вот сейчас вы мне задаете вопрос, на который ответить не могу. Я же не руководитель. Я могу донести вам информацию, которую я получаю. Я стараюсь это делать регулярно. Поэтому сказал, у нас идет все в плане, ну, там пару недель, получается немножко не в тех графиках, которые они прописывали. Ну, в принципе, они в плане, в графиках, те, которые прописывали. Поэтому ждем в марте. Не буду говорить, когда. Дальше. Вот, когда в личных кабинетах поменяется название «Золотой монеты». А то не серьезно говорить об одной монете, по факту в кабине другой монет золотой. Так, теперь смотрите. Что касается софта. Вы помните, когда у нас переписывался, давайте так, апгрейд любой системы, нашей системы, любой апгрейд, который он делает, там добавляется какой-то, еще шаг какой-то добавляет в развитие нашего офиса, либо включается какой-то механизм, либо какой-то инструмент, либо какой-то бизнес. У нас начинается апгрейд системы. Вы помните, сколько он длится? И вы помните, сколько ошибок по каждому апгрейду, сколько багов возникает, и сколько мы потом ждем его включения. Там не только, там есть несколько позиций, которые нужно сделать апгрейд, но то ли сейчас делать бесконечные по каждому ходу апгрейды, пока заводят все инструменты, то ли нам работать уже в том, что есть, и сделать они апгрейд конечный, когда заведут все инструменты. То есть у нас еще Умбрелла, у нас еще плачевная система. Вот когда заведут, он будет менять софт. Он говорит, нет смысла затрачивать потом неделями на исправление багов усилия программиста, и нам с вами нервы трепать, когда мы видим, что то работает, что не работает. Поэтому в любом случае они это знают, и они это сделают, и в любом случае, вот когда запустятся все инструменты в полном объеме, я надеюсь, что в марте это будет, это все будет исправно. Эти вопросы мне задают и в личке, и отдельные, я все прекрасно понимаю. Сама я его задаю этот вопрос. Когда мы увидим в реальности, как только все это будет работа, работа сделана, которая сейчас, они и так не спят, там, они действительно серьезно работают, потому что где бы мне дело не было, я созваниваю с ним, это у меня может быть классная глубокая ночь, а где бы, когда у него день, он тут же звонит программистам, программисты делают. Это у нас единственный ответственный человек, который, ну, мы все знаем, да, кто у нас программист основного руководителя нашей команды, который действительно днём и ночью работают, его можно застать в 2, 3, 4, 5 утра ночи, действительно это так. Поэтому они делают то, что у них запланировано, и полный апгрейд системы, когда они сделают все, и все это он тоже не пройдет за один день, но прекрасно знаем, сколько каждый раз возникает каких-то, ну, неполадок, которые необходимо потом будет исправлять. Так что давайте мы этот вопрос не будем задавать, и заведут все инструменты в действии, полная апгрейд система будет сделан. Так, автоматического ключа, я, по-моему, уже одно и то же повторяю без конца, говорю, новых партнеров, пары партнеров, я без конца вам повторяю, что кронфарминговая система и соинвестирование с руководством нашего бизнеса подразумевает вначале расходную часть, а потом это не инвестиционная программа, чистая, которую мы уже вначале четко понимаем, вообще как формируется софт для этих программ, и рассчитать функционирование при высокой доходности, реально и вовремя, и уже развивать, а он старается это все делать, графики какие возможны на сегодня, но когда включится полная система, еще раз повторю, при запуске всех инструментов и начале финансирования всех этих проектов, которые на сегодня должны вводиться в действие. У нас же не только строительство заводов, у нас есть проекты, которые в течение двух-трех месяцев будут давать очень весьма и весьма серьезный доход. Есть, мы просто не хочу о них сейчас говорить, пусть они все начнут работать уже по факту, действия, картинку покажу и буду говорить, мы просто о них знаем. Поэтому давайте понимать все-таки в какой компании мы с вами находимся, хорошо? Хорошо? Больше вопросов нет, я крижу, да? Мне бы очень хотелось, чтобы заявленные даты, допустим, эти 3-5 рабочих дней, чтобы они уже соблюдались. Вы же понимаете, что этим соблюдаться, Мигел не стремится из вновь входящих платить, так сказать, вверху находящимся. Это будет чистая пирамида. Поэтому вот тот отчет, который он придет к структуре, вот завод баланс, вот такая-то сумма, куда распределять практически 70% уходит на развитие бизнеса. Это факт, где-то даже больше, в какие-то месяцы даже больше, в зависимости от возникающей необходимости срочно решать какие-то производственные вопросы. Остальная часть, потом он может регулировать, какой-то завод идет, и вот срочные необходимости срочно закрывать платежи предыдущей месяц, он и закрывает. Закрывает он их себе без преференций, как бы я ни старалась. Есть у нас бывают ситуации, когда прошу вот в феврале, там нужно, пожалуйста, вот отправляют целую петицию, потому что есть разные ситуации у людей. Естественно, я тоже переправляю, потом Мигел прошу. Он открывает, я уже говорила, что сейчас прописана система, они закончили эту систему, ее все видно. Он открывает тогда январь и смотрит, какой день ее выплата. И если я прошу выплатить дни попозже, он не идет на это, вообще не идет. Поэтому преференции никаких, он старается платить все-таки по датам, которые запланированы. Если вот платят там первая декада января, либо вторая декада января, он их оплачивает. Сейчас первая декада января закрывается, они рассчитывают, что вот сейчас очень большая сумма заходит. Африка, что вот сейчас как раз все целенаправленно отправляется на выплаты. Вот сейчас потому что все, что необходимо было сделать, они сейчас сделали. Это бюрократическая линейка, которая открывала, открывала, все это сделали. Поэтому сейчас все, что заходим, опять же, ситуация изменяет, что не нужно вот эти третьи посреднические структуры, которые нам меняют, делают обменные процессы, либо третьи банки, которые осуществляют транзакции. У нас в единой системе выплата, допустим, полученные дивиденды я хочу вывести на свою карту. Это будет возможно, потому что это один банк, и мы все являемся клиентами этого банка. Одна операционная система и возможность получения средств будет ускорена намного. И потерь меньше. Финансовых потерь при посредничестве других обрагин. Поэтому все делает возможность для того, чтобы бизнес был серьезным, устойчивым и надолго. Но я надеюсь, что в январе, извините, что в марте не все-таки закончат эти действия, все платежные системы. И он возвращается 21 марта в Португалию. Он почему там будет находиться? Потому что вот как раз вот эти все вопросы будут решать. Поэтому я надеюсь, что в конце марта мы получим в действии эту платежную систему. И тогда можно будет говорить о том, каким образом у нас будет нормализован вывод, в течение какого периода. Я надеюсь, это понятно. Больше вопросов нет, да? И особенно, когда мне говорят, ну что вот у вас не платят? Послушайте, ну за этот период, пока мы вот вместе с компанией переживали все, скажем так, стартовые периоды болезни, да, стартового периода, мы их переживали, жили, работали. Очень многие партнеры использовали возможность 25 на 75. Многие обнулили свои залежи 25% в своих золотых коинах. То есть они смогли это сделать. Очень многие партнеры. Это был такой хороший инструмент для работы в этот период. Я хочу сказать, что компания-то жива, здорова, и она платит, и она развивается, и она исполняет все то, что на ней было по формированию платформы в прошлом году. В прошлом году очень много финансов сидел, очень много, потому что я...